На следующий день рано-рано утром мы заказали такси. По поводу такси. Логистика. Такое слово умное. Логистика, передвижение между точками А и точкой Б в Адыгее. Если вы без своего автомобиля, к сожалению, по-другому, как такси, во многие точки практически попасть невозможно. Общественный транспорт ходит крайне мало, крайне редко. И во многие точки общественный транспорт, конечно же, не ходит. Поэтому такси. Идеальный вариант на своем автомобиле. Второй вариант, который, к сожалению, мы не рассмотрели. И очень жаль, мы сейчас жалеем, это взять в аренду автомобиль. Дело в том, что я в России, как-то так получилось, ни разу еще не брал автомобиль. И вот это мое упущение. Я обязательно-обязательно исправлюсь. Где-нибудь в новом путешествии мы возьмем автомобиль. Итак, мы взяли такси. И, сами понимаете, такси, как договоритесь? Ну, примерно от двух до трех тысяч просят за то, что вас целый день, ну, практически целый день, полдня будут возить в Лаганаки, останавливать на всяких точках и вернут обратно. А там как договоритесь? Итак, Лаганаки это считается номер один достопримечательностей в Адыгее. Ну, вот, любые открываешь список достопримечательностей Адыгее, на первом месте плата Лаганаки. Это огромная плата площадью 800 квадратных километров. Располагается в районе Западного Кавказа. Высота над уровнем моря примерно две тысячи метров. Территория Лаганаки охватывает несколько климатических зон. Широколистенная растительность может сменяться ледниками. Мы с вами это увидим даже сейчас, в самое такое время, когда вроде нет ледников, нет снега. Мы приезжаем, а там снег. Очень неоднороден и разнообразен рельеф местности. И горы, и утесы, и скалы, и расщелины, и просторные альпийские лога. Мы все вам это сейчас покажем. Обитают редкие и уникальные виды растений. Оказывается, миллионы лет назад, мы с Аллой тогда еще были совсем маленькие, да? Эта территория находилась под водой, представляете? И когда океан отступил, много осталось всяких минералов, питающих растений. Это доказано. В это тяжело поверить, но это было дно океана, представляете? Названием плата обязана адыгейская легенда двух влюбленных. Пастухи Лага и княжне Наки. Отец девушки, ну как обычно, не желал выдать ее замуж за бедного. Лаги и Наки сбежали, и отец отправился за ними в погоню. Не желая разлучаться, влюбленные взялись за руки, поцеловались и бросились вниз с высокого утеса. Надеюсь, что это просто красивая легенда. Итак, дорогие друзья, мы подходим к плата. Что вам хотим сказать? Что там настолько будет красиво, там так захватывает дух. Мы не хотим мешать вам смотреть эту красивую картинку своими разговорами. А дорога какая? Дорога, дорогу да. Я, кстати, вставил целых три минуты дороги. Алла меня ругала. Зачем ты вставляешь? Люди не будут смотреть. Пожалуйста, не смотрите. Но нам дорога очень понравилась. Великолепная адыгейская осень. Итак, мы замолкаем. Больше не будем вас отвлекать. Смотрите, наслаждайтесь. Достопримечательность номер один. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...